Древний праздник викингов Уходящий корнями в языческие времена Сегодня поговорим о Йоле Что это за праздник, как его праздновали викинги И как это было согласно источникам, а не домыслам Собственно говоря, нам неизвестно однозначно Когда именно праздновали этот праздник, в какие даты На этот счет есть разные версии В сагах есть упоминания о праздновании Йоли И о том, что к Йолю относились целые месяца Начиная с середины ноября по середину января Исследователи часто привязывают празднование Йоли К середине зимы, точнее к дню зимнего солнцестояния И на наш взгляд такая версия является наиболее логичной Собственно говоря, давайте обратимся к сагам И посмотрим, что об этом нам говорят в саге Во времени празднования Йоли В тринадцатом веке исландский скальт Снорис Турлосом Составил сборник саг под общим названием Хеймс Крингла Что на русском языке означает «Круг земной» Это название он не сам дал этому сборнику А его так назвали исследователи в более поздние времена По первому слову, с которого начинается первая сага этого сборника Хеймс Крингла «Круг земной» В этом сборнике есть сага о Хакане Добром И вот что она нам об этом говорит Хакан был хорошим христианином, когда он приехал в Норвегию Но так как вся страна была тогда языческой и жертвоприношение в обычае А в стране было много влиятельных людей В поддержке которых, как и в любви всего народа, он очень нуждался Он решил скрывать свое христианство Однако Он соблюдал воскресенье и постился по пятницам Он сделал законом, что Йоль должен был начинаться в то же время, что и христианское Рождество Каждый должен был тогда варить пиво из меры зерна под страхом денежного взыскания И праздновать, пока хватает пива А раньше Йоль начинался В ночь на середину зимы и продолжался три дня Хакан был конунгом Норвегии Он правил с 934 или 935 года по 961 год Пока не был убит в битве Из этого фрагмента, который мы сейчас зачитали, что мы узнаем? Что Йоль праздновался на середину зимы когда-то Если предположить, что под серединой зимы подразумевается день зимнего солнцестояния То получается, что Йоль праздновали примерно 21-22 декабря Что интересно, довольно забавный фрагмент о том, что пиво должны были заготавливать под страхом получить штраф А Йоль праздновали когда-то три дня или пока не кончится пиво Собственно, есть отдельное свидетельство, что Йоль могли праздновать 11-12 дней Но тут сложно сказать однозначно, что здесь не идет смешение с более поздними христианскими традициями празднования 12-дневных святок Святки обычно празднуются с Рождества по Крещение Это имеет отношение к крестьянской традиции Нам следует отметить, что в эпоху викингов Скандинавия было теплее, чем сейчас, в среднем на полградуса И теплее, чем в позднем средневековье на целый градус Это был период средневекового климатического оптимума Он продолжался с 950-х годов по 1250-е годы, то есть с 10-го по 13-й век К тому времени относится рост городов Северо-Восточной Руси и основание скандинавских поселений в Гренландии В то же время в Ирландии было настолько тепло, что там выращивали виноград и делали вино А мужчины не носили штаммов, обходясь длинными льняными рубахами, которые назывались лейма О том, откуда именно происходит название йоль, однозначно, опять же, неизвестно Есть разные исследования на этот счет Вот, в принципе, происхождение слова йоль возводят к протоиндоевропейскому слову якка Или якка, или якке Не знаток протоиндоевропейского, может быть, я неправильно произношу, конечно Это слово означает шутка или игра, забава Что, в принципе, логично, да? Праздник, игра, есть определенная связь Ёльфар или Ёльнир – одно из имен Одина И означает йольский дед или рождественский дед Собственно говоря, финское слово елопуки тоже имеет отношение к Ёлю И примерно то же самое происхождение И тоже примерно самое значение То есть это рождественский дед, йольский дед Но, собственно говоря, елопуки, если перевести на русский язык Означает йольский козел или рождественский козел Почему такое название? В Финляндии существовала традиция Даже не в Финляндии, а у финнов Существовала традиция, когда один из членов семьи на Рождество наряжался козлом И дарил подарки гостям и домочадцам Позже этот образ йольского козла смешался с образом Санта-Клауса И в настоящее время елопуки у финнов выглядят абсолютно так же Как привычный любому западному человеку Санта-Клаус Почему козел? Козел это священное животное С одной стороны и колесница Тора была запряжена козлами А с другой стороны существовало поверье о йольском козле Об этом мы расскажем чуть позже Чуть дальше Также к поверьям, связанным с йолем, относится миф о дикой охоте Этот миф приобрел какую-то популярность И получил широкое распространение уже в христианские времена И суть мифа, собственно говоря, в чем? В том, что в йоль, в дни йоля На землю спускается дикая охота, ведомая богом Одином и его свитой Воплощенный в образе призраков, которая забирает души людей с земли Создавая подобный миф, возможно, церковь пыталась демонизировать Одина и других языческих богов Как и, в принципе, в случае со многими другими языческими традициями И предшествовавшими христианству верованиями Подобная практика была широко распространена Хотя, опять же, некоторые исследователи возводят легенду о дикой охоте К дохристианским временам Но в скандинавских сагах про дикую охоту нам ничего не попалось Хотя мы искали Также считалось, что в йоль особенно активны драуги Кто это такие? Это живые мертвецы, восставшие из могил Но это не обычные привычные нам зомби А крайне умные, крайне сильные, сверхчеловечески сильные, быстрые и ловкие существа Которые не просто так безобразничали, как глупые зомби А пытались достигнуть каких-то своих нам неведомых непонятных целей Ну, про драугов, наверное, имеет смысл отдельный ролик записать Если кому-то интересно, пишите в комментах, запишем про драугов Вообще, скандинавская мифология очень интересная, длинная, обширная тема И драуге такое яркое пятно Собственно, давайте обсудим, как скандинавы, как викинги праздновали ее Самое интересное, что же они делали? Вернемся к саге о Хакане Добром, короле Норвегии По древнему обычаю, когда предстоял жертвенный пир Все бонды должны были собраться туда, где стояла капище И принести припасы, которые нужны во время жертвенного пира На этот пир все должны были принести также пиво Для пира закалывали всякого рода скот, а также лошадей Вся кровь от жертв называлась жертвенной кровью А чаши, в которых она стояла, с жертвенными чашами А жертвенные венники были наподобие крапив Ими окропляли все жертвенники, а также стены капища снаружи и внутри Жертвенной кровью окропляли также и людей А мясо варили и вкушали на пиру Посредине пиршественной палаты горели костры, а над ними были котлы Полные кубки передавались над кострами И тот, кто давал пир и был вождем, должен был освещать полные кубки и жертвенные яства Первым был кубок Одина Его пили за победу и владычество своего конунга Потом шли кубок Нью-Йорда и кубок Фрейра Их пили за урожайный год и мир У многих было в обычае пить после этого кубок Браги Пили также кубок за своих родичей, которые уже были погребены Этот кубок называли поминальным Таким образом, мы получаем сведения о том, как праздновался Йоль во времена Викидра Какие были традиции То есть в первую очередь это обустройство пира, приглашение гостей, принесение жертв богам Также обнесение кубков с напитками и еды над огнем вокруг огня с целью их осветить А также произнесение тостов Традиция вкушать мясо жертвенных животных впоследствии трансформировалась в традицию приготовления рождественского окорока или рождественской ветчины Это традиционное рождественское блюдо у народов Скандинавии Ну и не только у них, в принципе распространенное в Европе Остановимся подробнее на кубке Браги Что это? В саге об инглингах, которые являются первой сагой из сборника Хеймскрингла Упоминается, что кубок Браги это кубок, который принимал приступающий к власти конунг, давая определенные клятвы Которые он обещал исполнить во время своего правления Тут мы можем осторожно предположить, что в принципе кубком Браги могли называть любой кубок, испеваемый во время произнесения клятв И в принципе такая традиция действительно имела место быть Проиллюстрировать ее нам помогут опять же саги Обратимся к саге об Эрике-путешественнике Сага об Эрике-путешественнике В Йоль Эрик торжественно пообещал объехать весь свет, чтобы найти то место, которое язычники называют полем бессмертия А крестьяне – землей вечно живых или раем Этот обет стал известен по всей Норвегии Как мы и видим, собственно говоря, Эрик произносит клятву И клятву он произносит именно в Йоль Также о подобной сцене нам повествует сага о Хервер и Хейндрике Если я правильно произнес скандинавские имена, конечно, да? Раз в Йольский вечер мужчины, как принято, давали обеты за кубком Сыновья Оренгрима тоже принесли свои клятвы Хьорвард торжественно пообещал, что женится на дочери конунга Свеев Ингельда Девушки, что была знаменита красотой и совершенством во всех странах То есть, что мы видим по этим цитатам? То есть, это то, что действительно имело место быть подобные традиции произнесения клятв И они произносились в Йоль Но, что интересно, эти Йольские клятвы считались обязательными к исполнению Но вот исполнили ли Эрик, путешественник, и Хьорвард свои клятвы? Я вот, честно говоря, не припомню Вы можете прочитать это, открыв саги и почитав самостоятельно И, в принципе, написать в комментариях, напомнить мне о том, исполнили ли они свои клятвы или нет Но что-то мне подсказывает, что Эрик вряд ли нашел на земле рай Кроме произнесения клятв с кубком в руках Существовала традиция произнесения Йольских клятв на щетине кабана Как это было? Мужчины, которые произносили клятвы, клали руки на щетину жертвенного кабана И произносили, собственно говоря, свои клятвы После жертвенный кабан приносился в жертву, а его мясо употреблялось в пищу Кабан в скандинавской мифологии, в принципе, священное животное И существует даже миф о Гуленбурсте Гуленбурсте – это кабан с золотой щетиной, который обитает в Асгарде И воины Эйнхерри, которые обитают в Вальгале И вечно пируют, вечно сражаются Каждый день выходят на охоту на этого кабана в Гуленбурсте Убивают его, съедают его мясо, а кости оставляют И кабан каждый день снова возрождается Подобно тому, как возрождаются воины, пирующие в Вальгале и сражающиеся в Вальгале каждый день Погибающие в битвах и снова встающие с тем, чтобы пировать, охотиться и воевать Существует довольно огромное количество археологических находок Изображающих кабанов, относящихся к эпохе викингов и более раннему вендельскому периоду Даже колесница бога Фрейра была запряжена кабанами Так что кабан в Скандинавии это именно что священное животное Отдельно хочу еще про кубок браги сказать Собственно, в исландском языке корень браг означает хвостовство в настоящее время И в сагах можно встретить упоминание о том, что кубок браги называли не только королевским кубком, но и кубком хвостунов Потому что иногда вот эти йольские клятвы были настолько хвостливыми и нереалистичными в воплощении Что превращались из чего-то серьезного во что-то такое совершенно невозможное, хвостовство Почему это происходило? Как мы уже увидели из описания того, как праздновался йоль Согласно церемониалу, надо было сначала выпить несколько тостов до того, как дойти до тоста непосредственно с клятвами И понятное дело, что когда наступало время произносить клятвы Многие почтенные мужи были уже столь пьяны, что произнести могли разве что какую-то такую хвостливую клятву, которую совершенно невозможно выполнить Вот подобным образом праздновался йоль в эпоху викингов Это не все традиции, мы сейчас продолжим рассказ Но я хотел бы сейчас немножечко реконструировать то, как это было А поможет нам в этом бутылочка медовухи от медоварни традиции предков И это не простая медовуха, а ставленный мед Довольно-таки интересный продукт Саша, тебе стакан? Подобно тому, как это делали викинги, я обнесу этот напиток вокруг огня Тем самым осветив его И что еще? Я думаю, что мы должны произнести какую-то йольскую клятву Саша, давай, заходи в кадр Время произнести йольскую клятву Мы обещаем работать над нашим каналом И в течение 21 года, к следующему йолю, собрать у нас на канале Секира Не менее 10 тысяч участников, подписчиков А вы наши друзья и подписчики, я надеюсь, в этом нам поможете Но не будем хвастать, а отнесемся к этому максимально серьезно Знаешь, на что похоже? Мед питный в Польше Помнишь, на фестивале пробовали? Темнеет в нашем йольском лесу А мы продолжаем нашу замечательную историю Собственно говоря, как я сказал выше, к йолю относятся другие традиции Но их сложно увязать с эпохой викингов Например, традиция йольского полена Самые ранние упоминания этой традиции относятся к 17 веку И в скандинавских сагах упоминания об этой традиции нам найти не удалось А в чем ее суть? Суть в том, что отбиралась специальная полена в лесу И оно сжигалось в очаге Соответственно, исследователи привязывают эту традицию К более древним языческим традициям Различных костров, сжиганий и все такое прочее Да, тем не менее, как я уже сказал, самые ранние упоминания традиций 17 век И относится ли это к викингам, сказать сложно Тем не менее, традиция йольского полена вполне жива И в наше время в виде торта, который так и называется Йольское полено или Рождественское полено Подобный торт делают в Скандинавии, в Англии, во Франции И во многих других европейских странах Йольский козел Довольно интересная традиция В настоящее время йольский козлик это весьма популярная елочная игрушка Исполняемая из соломы Хотя исследователи считают, что в принципе Вот этот вот символизм, связанный с йольским козликом Уходит своими корнями в более древние дохристианские языческие времена Принято считать, что существовало поверье Будто бы в последнем несжатом на поле снопе колосьев Скрывается дух плодородия Его следует сохранять и как-то в дальнейшем использовать Подобное воззрение пришло к германцам от славян Считается исследователем И было в первую очередь связано с культом дажь бога Или дажь бога Соответственно, в наше время его пулки Как я уже сказал, да, связаны опять же С этой традицией йольского козлика Тем не менее, в сагах, опять же, про йольского козлика Мы ничего не нашли И опять же, увязывать с эпохой викингов не можем Йольский кот Тоже интересная традиция Все мы любим котиков Но йольский кот существо совершенно немирное и небезопасное Согласно ВИФу, легенде, кому как угодно Йольский кот это существо весьма крупное Размером с быка или больше И приходит он не ко всем А только к тем, кто очень плохо трудился И к йоле не подготовил себе ни одной новой вещи Сделанной из шерсти Соответственно, этих людей он похищал и съедал Самые ранние упоминания йольского кота Относится к 19 веку И относится именно к Исландии По-видимому, этот миф возник в Исландии И, собственно говоря, не так давно Опять же, в сагах про йольского кота ничего не находим К апосте викингов отношения, скорее всего, не имеют Еще одна традиция, связанная с йолем Это йольские светильники В наше время эта традиция весьма популярна у неоязычников Но, возможно, она и происходит из неоязыческих кругов И никакого отношения к реальным народным традициям не имеет И, возможно, эти йольские светильники Никогда у народа, собственно говоря, и не бытовали в обиходе Ниболе Откуда корни? Самое первое упоминание йольского светильника Что мы можем, в принципе, найти Относится к 1888 году И было сделано в шведском литературном журнале Руна Это был журнал одноименного литературного общества В статье говорится, что существует некий артефакт Некий йольский светильник, относящийся к XVI веку Сохранивающийся с XVI века И, дескать, вот это такая вот вещь Йольский светильник Найти изображение этого артефакта XVI века нам так и не удалось Хотя утверждается, что он находится в историческом шведском историческом музее Ничего такого мы там не нашли И вообще нигде не нашли И, как я уже сказал, возможно, у народа В обиходе подобной традиции не было То есть даже если подобный светильник существовал в XVI веке Весьма не факт, что он имел какое-то отношение к Йолю Что кто-то его называл йольским светильником Кроме людей, написавших статью в XIX веке И что он имел какое-то серьезное распространение Зато эти йольские светильники были весьма популярны в нацистской Германии Саму эту тему весьма культивировал Герман Геринг Прочитавшие, собственно, эту статью И он любил их заказывать и дарить своим коллегам Своим каким-то приятелям Костер догорает, темнеет В моем сегодняшнем рассказе мне немало помог замечательный блокнотик Который вы видели, да, с кожаной обложкой Подобный блокнотик можно купить у нас в магазине Секира Ссылочки в описании, посмотрите На наш взгляд это прекраснейший подарок К праздникам И у нас большой выбор блокнотиков Не только такие Поглядите Этим вы поможете поддержать наш канал Я хочу поздравить всех с наступающим Йолем С наступающим Новым Годом С наступающим Рождеством В зависимости от того, что именно вы празднуете С колядой наступающей С вами были ваши викинги Йохан и Ульф Смотрите наши следующие видео Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok